МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Город Эс и Татьяна Дмитриева. Сегодня у нас в студии столичные гости, артисты, творческие люди, которые приехали к нам в Самару на фестиваль басы 21 века. Заслуженный артист России Владимир Огнев и человек-оркестр и дирижер одновременно Юрий Медяник. Эфир прямой, и если у вас есть вопросы к нашим гостям, задавайте их по телефону 202-11-22. И это еще не все, потому что сегодня мы разыгрываем билет на два лица в оперный театр на 17 ноября на концерт «Я помню вальса, звук прелестный». Присоединяйтесь к нам и отвечайте на вопросы, называйте ваши варианты. Вопрос такой. Назовите 2-3 басовых партии в операх русских композиторов. Принимаем ваши ответы. Ваши билеты на два лица. Вот они, здесь. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Добрый вечер. Как настроение? Когда вы к нам приехали в Самару, сколько дней назад, и первый раз ли вы в нашем городе? Какие впечатления? Ну, в начале июля, пожалуйста. У вас, наверное, самые яркие впечатления, раз вы адресовали ему это. Да, у меня достаточно яркие впечатления о городе Самаре. И я здесь уже не впервые. Но впечатления все равно яркие. Впечатления очень яркие, и с каждым разом они только подтверждаются. Потому что очень открытые люди, очень приятная атмосфера здесь. И в оперном театре, наверное, тоже или нет? В оперном театре, конечно, вообще отдельная история, насколько радушно встречают в оперном театре. Да, здорово. Мы здесь уже, собственно, с 13-го числа. Собственно, я провел первую репетицию 13-го. И вот я надеюсь, что до завтра никаких форс-мажоров не случится. А что будет завтра? Завтра, как вы уже сказали, собственно, будет концерт в оперном театре. А, это вот на этот концерт приглашение, да? Да, и мы об этом сейчас еще поговорим в этом эфире. Да, я надеюсь, тоже. Владимир, ну вы не первый раз в Самаре тоже? Знаете, в Самаре я впервые. Так, вот ваши впечатления важнее. Я под огромным впечатлением. Вот театр, театр потрясающий вообще, то, что делает руководство театра. Это потрясающе. Такой фестиваль. Я встретил здесь своих друзей, с которыми мы работали в других театрах. В Москве в основном. Ну, это, конечно, приятные встречи. О Юрии я знал заочно и уже давно от наших общих друзей, в частности, от Чубарова Александра Николаевича. Вот. Ну, мне интересно было с ним познакомиться. А чем, по-моему, интересен этот проект? Вообще фестиваль? Вообще фестиваль, да. Басы 21 века. Ну, во-первых, здесь я встречаюсь со своими друзьями, с которыми мы работали до. Кроме того, этот фестиваль действительно уникален. Сегодня, в общем-то, культура претерпевает не самые лучшие времена. Вот. И надо сказать, что, конечно, здорово то, что делает театр, то, что делает правительство города, музыкальные руководители, Дмитрий Сибирцев. Огромную органцузную работу. Ну, это уже седьмой фестиваль, на самом деле. Седьмой. Вот, видите. И от раза к разу он меняется. Но в этот раз все проходит в новом, отремонтированном здании театра. И хотелось бы услышать от вас мнение, как от профессионала. Вы же на многих платежах не понимаете. Вот сегодня у нас была репетиция с Юрием. Мне очень понравилась акустика. Да? Наверное, это самое главное для певца. Певец первым делом, когда приезжает в город, в театр, он бежит в театр и начинает аплодировать самому себе. Да, хлопать и слушать акустику. Акустика потрясающая. Театр действительно достоин самых лучших певцов. И я надеюсь, и я уверен, что этот фестиваль как раз это и продемонстрирует. А вы были после ремонта в Большом театре? Потому что неоднозначные мнения сейчас нет. Пока нет. Нет. Пока нет. Но дадите попозже свою оценку. В следующий раз, когда к нам приедете, расскажите. Осмелюсь это сделать. В Большом театре. Потому что мнения разные. Вот уже поступают первые вопросы от горожан. Спрашивают вас, бывали ли в других городах, где вас еще лучше воспринимает публика? Еще лучше воспринимать? Я должен сказать, куда уж лучше. Я должен сказать, во-первых, большое спасибо за этот вопрос. На самом деле, ведь лучше или хуже, это вопрос весьма такой относительный. Вопрос в том, нравится или не нравится. А на что вы ориентируетесь? Вот какой отдачи вы ждете после выступления от концерта? Вы для себя работаете или на публику больше все отдаете? Вопрос очень сложный. Я не думаю, что я работаю на публику. Самая большая задача исполнителя, артиста в том, чтобы получить эмоцию. Получить эмоцию на сцене. На сцене? И этой эмоцией поделиться со своими слушателями. Конечно. Но не эмоции от зрителя получить. Вы так рассматриваете, да? Когда ты искренне совершенно даришь эту эмоцию зрителям, а она ведь возвращается. Это очень важно. И тогда происходит определенный обмен энергетикой между артистом и между своей публикой. И, соответственно, вот этот самый обмен и это взаимодействие, это и называется удовольствие от того, как приняли. Удовольствие от того, как слушали. И здесь, я думаю, что удовольствие как раз с обеих сторон. Да. Ну, это часто так бывает. Поэтому большое спасибо, большое спасибо самарской публике. Посмотрим, как нас встретят еще завтра. Но я думаю, что мы для этого сделали все, по крайней мере, подготовительная работа, репетиционная. Она была проведена настолько, что, я думаю, что не будет проблем завтра на сцене. Да, но вы в качестве дирижера выступаете вот на этом фестивале. В этот приезд в Самару, да. Но изначально вы исполнитель, правда? И как совмещается, мне очень интересно, исполнитель и дирижер, это же совершенно две разные ипостаси. Да, это три большие разницы. Исполнитель, ты уже не руководитель, вот как мне кажется. Да нет, здесь... Не нормально. Не знаю. Но изначально, изначально я, прежде всего, не исполнитель, а, прежде всего, человек. Это важнее. Скажи, как про себя Бурлакова, не знаю, восхищались. Это хорошо. Это важнее, это важнее. А затем уже на каком инструменте я играю в данную минуту, в этот приезд, в этом концерте или в этом зале, это уже вопрос не самый-самый главный. Ну, да, изначально, собственно, вначале я играл на баяне. Это было очень-очень рано, когда мне было год и восемь месяцев. Никто не верит, что в этом возрасте могут дать баян в руки. А что же у вас за родители? Родители замечательные, совершенно уникальные. Просто издевательство над ребенком какое-то, нет? Ну, вы знаете, тогда, когда родители теперь уже сидят в Большом зале консерватории, в Зале Чайковской, и сыну аплодируют стоя, то я думаю, что это уже не издевательство. Я спрошу вас чуть позже о ваших впечатлениях от работы с нашим оркестром, с самарскими, это очень важно, потому что вы тоже работали с разными. А у вас, Владимир, хочу спросить, какая для вас самая лучшая сцена, в какой стране, в каком оперном, в какой опере можно? Вы знаете, для меня самая лучшая публика, если говорить об этом, это наша публика, российская публика особенно. Я люблю выступать в Сибири, поскольку я сам сибиряк, это, наверное, естественно. И японская. Мне кажется, японская и сибирскую публику что-то объединяет, правда, вот по степени восприимчивости, по степени проникновения в драматургии музыки. Да, здесь совпадение, потому что вот и группы наши попсовые, да, тоже бывают популярны очень в Японии. То есть что-то, наверное, общее между нами есть. А действительно ли говорят, что, в частности, европейская публика приходит в театры, на концерты, ну вот в чем ходят, на работу, дома, в том и пошли. А у нас это все так торжественно, все дамы наряжаются, духи. Ну я думаю, что это не так плохо. Вообще поход в театр у России – это всегда праздник. Наверное, так и должно быть. Потому что общение, то, о чем вот Юра говорил, самое главное на сцене, наверное, искренность. И вот ради этого момента искренности, да, мы готовимся к этому какому-то вот такому святому, священному акту, и артисты, и публика тоже в том числе. Да, а вот в провинциальных театрах, среди провинциальной публики больше такой искренности? Потому что тут есть такие мнения, что вот московская публика уже избалована, и там вот нет такого эффекта от дачи, да, вот такого? Я думаю, что качество, наверное, определяет все-таки большей части. Исполнение, да, качество исполнения? Я еще хочу добавить, что все-таки поход в театр – это определенный такой социальный институт. Как раньше говорили, пойти в оперу. Пойти в оперу – это значит совершить определенное действие, это событие. Действие души. Да, 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 да. Это стремление души, это какое-то там географическое перемещение, да, которое подразумевает на себя торжественный вид, фейс-контроль, как сейчас говорят, и так далее. И пойти в оперу – это серьезно. Я надеюсь, что у нас российская публика, и в частности провинциальная, я бы, кстати, не различал публику столичную, провинциальную, но, тем не менее, мне бы, по крайней мере, очень хотелось бы, чтобы это действительно стало определенным событием – поход в театр, но не таким вот обязательным событием. Ой, ты не слушаешь классическую музыку, ой, тебе надо, ничего не понимаешь, но обязательно послушай. Не обязательством, а именно зов души. Угу. Но без обязательств, если себя не настроить, даже не напрячь, так скажем, и не пойдешь никогда в театр, поэтому здесь вот нужно это совмещать. Вы знаете, очень часто ко мне приходят после концерта и говорят, вы знаете, мы вот не профессионалы, мы в этом ничего не понимаем, но вот нам так понравилось. Я говорю, скажите, пожалуйста, а зачем нужно быть профессионалом для того, чтобы воспринимать то, что мы делаем? По-моему, Дементьеву принадлежат замечательные строки. Пусть один гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Да, да, да. А что нужно в опере все-таки понимать зрителю изначально? Не просто вот идти и слушать, вот как громко поют, да, артист на сцене. Вот что, опера ведь это же очень сложный жанр, надо сказать, что это и партии, и роли, это все совмещается. Татьяна, ну вы затрагиваете вопрос, который, наверное, относится к общему полю культуры в России. Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, говорил в свое время, что если государство находится вне поля культуры, то оно обречено. И вы сегодня хотите сказать, что у нас государство вне поля, сейчас, на данный момент. Нет, я ничего не хочу сказать, я хочу сказать, что если, еще он говорил, что культура – это во многом оправдание перед Богом существования нации и народа. Мне кажется, это очень глубокие слова для того, чтобы понять, что, наверное, культура – это альфа и омега. Это культура, это и есть движение твоей души в конечном итоге. То, что ты представляешь собой то, что ты делаешь. Культура и труд, я бы сказала, потому что культура без труда, опять же, без познания, без этого, без того, чтобы не погрызть границ. Я еще хотел бы дополнить, что нашими артистическими возможностями мы можем каким-то, может быть, в чем-то мистическим образом, но тем не менее, людям давать возможность понять, что классическая музыка и, в частности, оперное искусство – это не так страшно. Это не так страшно, как кажется. И сейчас процесс пошел, потому что на двух центральных каналах, на первом и на культуре, появились шоу-программы «Призрак оперы», там что-то еще с оперой связано. Ну, там больше «Призрака», чем оперы, но тем не менее. Тем не менее, все равно тенденция идет. Это значит, что люди все равно начинают интересоваться тем, что происходит внутри оперного репертура, что происходит в классическом музыке. То есть это попытки, наверное, Владимира государства все-таки быть в культуре, да? Очень хочется на это надеяться, но, глядя на то, что сделали с образованием, в общем-то, так не получается думать. Я думаю, что это все-таки элементы шоу. Вначале танцевали на льду, потом… Результат есть после танцев на льду. Да, 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 результат есть. Пусть пока так, пусть пока так. И не на льду. Да, в повороте тоже исполнял. На футбольном чемпионате, правда же? Но какой… И многие узнали в повороте только вот благодаря… Благодаря именно этому. Да. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня мы проводим такой небольшой конкурс, и уже поступают первые ответы. Вот я сейчас сверю их с правильными. Если вы выиграли, то обязательно мы вам перезвоним. И я хочу просто еще раз повторить вопрос для тех, кто смотрит нас не сначала. Назовите две-три басовых партии в операх русских композиторов, присылайте ваши варианты, и вы получите билет на два лица. Уже завтра вы пойдете в оперный театр на концерт «Я помню вальса звук прелестный». Причем хочу добавить, что эти приглашения вы получите из рук Владимира Огнева. Или из рук Юрия Медянина, который сегодня у нас в гостях. Но мы с вами говорим о фестивале басы 21 века, такое, как вы сказали, уникальное событие. И я хочу предложить сейчас нашим зрителям посмотреть фрагмент прошлогоднего фестиваля, потому что с этого еще нет у нас пока съемок. Ну, чтобы иметь представление, посмотрим, потом продолжим разговор. Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Это было в прошлом году. Как вы сказали, что вы уже основательно поработали, чтобы в этом году еще было лучше. Вот тот вопрос, который я задавал вам вначале, работа с Самарским оркестром. Есть какая-то специфика? Вы почувствовали что-то такое? Почувствовал. Я должен сказать, что для меня работа с народным коллективом в качестве дирижера – это вообще эксперимент. Потому что моя стезя – это камерные коллективы, это симфонические оркестры и так далее. А с народным инструментом я не работал. Это первый опыт. Но я работал как солист, естественно, я играл и на скрипке, и на баяне с коллективами. Но именно с этим оркестром народных инструментов, оркестром Волжского хора я не был знаком. Но я должен вам сказать, что разница очень большая между именно исполнителями в симфоническом оркестре и исполнителями на народных инструментах в народном коллективе. Потому что вот то самое стремление, знаете, когда в глазах горит огонек, оно, как правило… У народников. У народников, да. У них горит там три огонька, причем такие галогенные. То есть они очень хорошо горят. Другое дело, что, может быть, не всегда есть определенное знание специфики того или иного репертуара, но это все лечится, это все делается, на этой репетиции происходит. Но самое главное, это то, чем невозможно заменить ни одно другое чувство, это именно горение вот такое творческое. И у этого коллектива оно есть, и я чрезвычайно этому рад, потому что за то количество репетиций, которые у нас было до завтрашнего концерта, удалось сделать, может быть, не все в деталях, не настолько все продумано до мельчайших подробностей, но главное, удалось как раз зажечь интерес. Интерес музыкантов к этой публике, интерес музыкантов к этому репертуару, к этим солистам. Солисты у нас действительно уникальные, но здесь ведь еще такое, знаете, трепетное волнение, помноженное еще и на осознание уникальности, потому что когда стоит перед оркестром взять, собственно, любого из наших солистов, это еще и трепет. Да, конечно. Это есть, это есть. У этого коллектива есть, и я чрезвычайно этому рад. Владимир, ваша роль какая в этом фестивале? Что вы будете исполнять? Завтра мы исполняем вот как раз оркестром русских народных инструментов, инструментов под управлением Юрия Медяника, романсы, песни. А 19-го числа будет оперный галок-концерт. Это будут арии из опер, русских и зарубежных композиторов. А народные песни вы поете? Конечно. Да, мне кажется, вот бас и народные песни – это такое сочетание, просто вот чудесное. Я думаю, что публика, который придет на завтрашний концерт, сможет в этом убедиться. Да, и будут сюрпризы, даже вы будете исполнять. А какие ваши любимые народные песни? Ну, я сибиряк, по диким степям Забайкалья. А как вы относитесь вообще, когда вас просят в студии, когда приглашают артистов, говорят, ну спойте, ну спойте. Чувствуется в вашем вопросе какой-то. Подвох. Подвох. Нет, серьезно, потому что некоторые говорят, ой, не спрашивайте меня, там голос у меня, там это. Ну если голос, Владимир. Ну что, Владимир, народную песню. Теперь я с этой части стола уже перешел, можно сказать, в ту часть стола. Дирижировать будешь? Нет, я буду уговаривать вас. Да, вот, пожалуйста. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, Бродяга, судьбу проклиная, Тащился с лумой на плечах. Бродяга, 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 бродяга. Так близко, всегда со сцены, так близко, я никогда не слышала. На самом деле браво. Спасибо. Как вы поддерживаете свой голос? Знаете, еще какой вопрос? Вот, кстати, вы пели, и к нам посыпались вопросы даже, уже ответы даже. Без фонограммы. Это было не караоке Это было без фонограммы Вот перед концертом басу Я представляю, какая отдача неимоверная Физическая Это работа огромная Как вы себя подкрепляете Настраиваете Элементарно, что вы кушаете Пьете, не пьете, спите, не спите Гуляете, не гуляете Вы знаете, итальянцы давно сказали Если говорить о режиме Много спать Много кушать Много отдыхать Для баса это важно, да? Если в промежутках между этими занятиями Происходит спектакль, это идет только на пользу На что многие говорят Ну, если такой режим, я запою Ну, наверное, все-таки нет Ну и молитва, конечно Я знаю, что вы В церковном хоре пели Это характерно Это очень характерно Это характерно практически для всех русских басов А что это дает, кроме техника, не знаю А для души? Ну, ведь пение – это процесс психофизический Как, собственно, исполнительство на любом другом инструменте Но пение особенно Это сочетание духа, души и тела Поэтому в здоровом теле здоровый дух Но дух должен быть здоровым Поэтому куда без церкви матушки православной? Никуда Поэтому, наверное, прерогатива низких голосов Это обычно вот в мире Это обычно как раз наши русичи Да Тенора славятся Италия славится тенорами Да, 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 Италия Россия славится басами Ваши партии, да, это еще и роли, да? Безусловно И хотелось бы спросить, какие роли ваши любимые? Есть там добро, злодеи, еще там что-то Вот вопрос такой, знаете Когда играете, поете роль злодея Больше энергетики у вас Это прибавляет энергетики или нет? Или это какое-то... Знаете, я... Чего бы не захотелось спросить Ну, да Я понял ваш вопрос Я понял ваш вопрос Мне очень нравятся комические партии Они мне, в общем-то, вроде как говорят Неплохо удаются Сразу вспоминаешь какие-то там даны Вот так называемый бас-був Комический бас Вот это моя родная стихия Здесь я чувствую себя очень хорошо Мне очень нравятся... Люблю партии Мустафы в итальянке, в Алжире Россини, Сивильский цирюльник, Бартелла Вот что-то... Вот это мое... Да, ну, в общем, со злом не связываемся Ничего оно нам... Ну, да, ни к всему оно нам Да Юрий, хотелось бы вас уточнить Меняется время, меняется публика И вы, как представитель более такого молодого поколения Вы... Спасибо Грей бы не помог Это мы сравнили со мной Вы какие-то вот элементы шоу, которые намеренно привлекут зрителей, вносите в свои программы? Или это в классических каких-то вариантах работаете? Намеренно привлекут зрители? Да, элементы шоу Я с одной сценой улыбаюсь И все, и никаких вот элементов шоу не включается, да, вот в такие классические произведения? В классические концерты нет, конечно же, это не нужно, потому что Когда это исполняется искренне, когда это исполняется правильно, когда это исполняется в правильном месте и вовремя, никакого шоу не нужно Можно добавить тоже, да, я с вашего позволения? Вот мы уже говорили об этом, и этот фестиваль, как раз то, что отличает этот фестиваль, вот для меня Лично то, что я отметил Вы знаете, в искусстве, как известно, есть два пути Путь постижения и путь достижения Путь достижения – это когда вот хочу всеми правдами и неправдами, да, засветиться и так далее Вот в этот раз я вижу людей, действительно профессионалов, которые, в том числе Юрий, которые добиваются результата, идя по пути постижения Мне кажется, это очень важно Не обманывать себя А ведь самое главное на сцене – это искренность Но искренности никогда не достичь, если идти по пути достижения И поэтому, наверное, вот так нам комфортно репетировать друг с другом Спасибо Действительно, мне когда сказали, что медианик будет режиссер, дирижер, я очень обрадовался Я уже знал, что мы будем понимать друг друга с полуслова, но оказалось, что мы понимаем друг друга просто с полузгляда даже Спасибо Я хочу дополнить, Владимир, действительно, что касается элементов шоу, тогда, когда делаются шоу-программы, это немножко другой жанр Это другой жанр режиссуры концерта, это другой жанр вообще, такой музыкальный или околомузыкальный Я не могу сказать, что в листе моих программ нет шоу-программ совершенно Нет, они действительно есть, это делается для телевидения, это делается для каких-то широких таких вот массовых мероприятий Но, тем не менее, фестиваль басы 21 века, это именно искусство Это то искусство, которое нам нужно именно в том варианте подачи, который является оптимальным для этого вида искусства И которое нам досталось в наследство от Федора Ивановича Шаляпина Да, я так и знала, что вы вспомните Шаляпин, потому что невозможно, мне кажется, не поговорить о нем Вот зрители почему-то заинтересовались, не хотите ли вы уехать жить за границу и работать? А у нас есть, мы уже И пауза повисла Пауза Начинайте, Владимир Павлович Не знаю, что будет с культурой у нас в России Нет, на самом деле у каждого из музыкантов, которые что-то из себя представляют в России, есть эта возможность И действительно многие уезжают, особенно в последнее время, что не есть хорошо Вы знаете, я, вот может это громкое слово, вот я патриот своей страны, я люблю свою страну С государством у меня не всегда отношения складываются доброжелательно, но страну я свою люблю За границей я могу максимум два месяца, все Потом у меня слезки на колеске, мне домой хочется, я начинаю писать ностальгирующие стихи Вот, и приезжаю домой, и вот здесь мне надо картошка, чтобы была, помидорчики свои Ну, тем более, если сибиряк, то что же А часто выступаете на родине? Нет, к сожалению Вот именно на родине Но в Сибири бываю часто, и по России, и гастролирую довольно, довольно много Да Какие у вас ближайшие планы? Вот уже вот пройдет фестиваль, что вы планируете делать дальше? Я на один день возвращаюсь в Москву, и затем лечу в Сочи участвовать в телевизионной премии ТЭФИ С Борисом Андриановым мы играем там Потом через несколько дней у нас концерт в Малом Зале Консерватории Мы играем программу, которая называется «Соната Бах» Это будет первое исполнение в мире сонат, который написал Евган Себастьян Бах Для инструмента виола да гамба и клавира Мы сделали приложение для виолончели и баяна Это будет первое исполнение Затем, ну, из серьезно заметных концертов Ну, чтобы мы следили дальше за вашим творчеством Да, 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 пожалуйста 4 декабря у нас совместный концерт с актрисой Ириной Апексимовой И будет мой оркестр Плюри Арт Оркестра Я буду дирижировать И Ирина будет выступать в роли супруги Баха Ой, кстати, она и поет хорошо Она и двигается совершенно замечательно Она и двигается, и поет У нас остается буквально несколько секунд Владимир, а ваши планы? Мои планы Санкт-Петербург Участие в постановке Кози Фантутты Моцарта И, конечно, гастрольная деятельность по России Да, но самый главный, самый ближайший план Это, в общем-то, завтра реализовать Вот то, что вы подготовили Я желаю вам успешного концерта Искренности, о которой мы сегодня раз десять, наверное, сказали И с вашей стороны, что тоже очень важно на сцене И со стороны зрителей, которые будут вас принимать Я хочу сказать нашим телезрителям, что пришли уже ответы Уже есть победители Поэтому уже можете не слать ответы на наш конкурс Но мы же должны знать, кому мы будем лично вручать приглашение Да, но здесь только телефон, и мы вам обязательно перезвоним Ну, пользуясь случаем, мы приглашаем вас на завтрашний концерт Приходите, пожалуйста Спасибо Обязательно приду Услышав один раз ваш голос, не послушать его еще раз не могу Так что спасибо огромное за участие Ну что ж, приходите завтра в оперный театр Берет еще и место Редактор субтитров А.Семкин